Коллеги, добрый день. Меня зовут Сыганов Федор. Я работаю инструктором учебного центра компании Softline. И в это непростое время, когда карантин и свирепствует эпидемия коронавируса, я хочу вам рассказать, как проходит дистанционное обучение. Что такое дистанционное обучение и почему стоит посетить дистанционное обучение в нашем учебном центре. У себя в учебном центре мы выделяем три типа обучения. Первый тип обучения это очное. Вы приходите в аудиторию, вы работаете вместе с преподавателем, преподаватель находится вместе с вами, вы ему естественно можете задавать любые абсолютно вопросы. Вы видите все, что происходит в классе, вы общаетесь с коллегами. В общем, я так думаю, вы посещали такой тип обучения, по крайней мере тогда, когда учились в школе или в университете, если вы не были никогда на авторизованных учебных курсах. Второй тип обучения это дистанционное, именно про него я хочу рассказать сейчас. Вы, по сути, точно так же присутствуете на занятиях очно, то есть вы видите, что происходит в классе с точки зрения демонстрации, то есть вы видите, какие демонстрации проводит преподаватель, вы видите презентацию по учебному курсу, вы видите абсолютно все демонстрации, вы можете выполнять лабораторные работы, и преподаватель может подключиться к вашему рабочему столу для того, чтобы по необходимости оказать вам помощь в выполнении лабораторных работ. Кроме того, вы, естественно, можете задавать вопросы, и для того, чтобы вы могли задавать вопросы и общаться как с преподавателем, так и с прочими участниками, вы можете использовать как функционал чата, так и, если у вас есть микрофон, вы можете задавать, естественно, вопросы голосом. Поэтому данная форма обучения, по сути своей, фактически ничем не отличается от очной. И последняя форма обучения, которую мы выделяем, это онлайн обучение. В этом случае вы обучаетесь самостоятельно. То есть есть некие готовые курсы, вы самостоятельно изучаете контент, вы, возможно, смотрите какие-то предназначенные к этому курсу видеоматериалы, вы, может быть, делаете лабораторные работы, опять же, если они предназначены для данного учебного курса. И обычно для проверки того, что вы усвоили знания, усвоили материалы, в онлайн обучении используются некие тесты. Опять же, если они есть. Основной отличие онлайн обучения от предыдущих двух типов, это то, что вы учитесь полностью самостоятельно. То есть инструктор в этом процессе не участвует. Чем дистанционное обучение отличается от очного? Ну, лично я считаю, что ничем не отличается, при условии, что вы соблюдите ряд требований. Об этих требованиях я расскажу чуть позже. Примущество дистанционного обучения, на мой взгляд, во-первых, оно стоит дешевле. Мы действительно продаем дистанционное обучение, немного дешевле, нежели чем очное. Вы получаете полный комплект учебных материалов, точно такой же, как и получают очные слушатели, и большинство вендоров, для которых мы проводим обучение, по чьим продуктам мы проводим обучение. Они предлагают учебные материалы в электронном виде. Поэтому здесь абсолютно в равном положении находятся как те слушатели, которые присутствуют в аудитории, так и те случаи, которые подключаются дистанционно. Вы получаете точно такой же доступ к лабораторным работам. И, опять же, лабораторные работы в нашем учебном центре закупаются либо у определенных поставщиков, то есть все доступ получают онлайн, как слушатели в аудитории, так и те, кто подключаются дистанционно. Либо, если лабораторные работы разворачиваются где-то на компьютерах в нашем учебном центре, то наша служба технической поддержки предлагает RDP-доступ. То есть вы подключаетесь к тем же компьютерам в классе и работаете на точно таких же ресурсах, что и очные слушатели. Очень большим плюсом я считаю то, что вы учитесь в комфортных условиях. Вы находитесь дома. То есть вы можете очень удобно расположиться, не знаю, в вашем любимом кресле, сесть более свободно, более вальяжно, ну и вести себя, по крайней мере, более свободно. Вас никто не видит, поэтому здесь, я считаю, условия более комфортные. Все-таки класс и наличие других людей накладывают на нас какие-то определенные ограничения. Мы с вами находимся в обществе, в одиночестве, и вы можете вести себя более свободно. При условии, естественно, что вы будете прослушивать курсы из дома. Очень важное преимущество в настоящий момент. Коронавирус вам не страшен. Хотя наши учебные центры в настоящий момент оборудованы всеми гигиеническими антисептическими средствами, то есть салфетки, антисептики и так далее. Но все-таки остается еще время, которое вы проводите в дороге, время, которое, когда мы с вами встречаемся с какими-то людьми, находясь в офисном центре. Поэтому здесь риск заражения, он, естественно, будет намного меньше. И повторю еще раз, качество обучения точно такое же, как и в классе. То есть вы видите все, что вам демонстрирует инструктор. Вы слышите инструктора, вы можете общаться с инструктором. Инструктор по необходимости может оказать вам помощь при выполнении лабораторных работ, если у вас возникнут какие-то затруднения. Что необходимо для того, чтобы дистанционное обучение прошло хорошо и вы действительно получили максимум от курса? По своему опыту я заметил, что многие люди рассматривают дистанционное обучение как некое параллельное действие, которое вы можете выполнять помимо ваших основных рабочих обязанностей, если вы это делаете на работе, либо если вы курс слушаете дома, все-таки семья вас будет отвлекать и так далее. Поэтому что понадобится для того, чтобы вы смогли комфортно прослушать курс и действительно усвоили весь необходимый материал и получили от обучения то, что вы хотите получить, а именно знания. Ну, давайте начнем с того, что нам, естественно, понадобится компьютер и интернет. Невзирая на то, что сам вебинар, вы к самому вебинару можете подключаться как с телефона, так и с планшета, то есть есть клиенты по современной мобильной платформе, все-таки максимум вы получаете именно при использовании компьютера и интернета. То есть ряд программного обеспечения, которые используются при создании вебинарной комнаты, он реализован пока только в Windows операционной системе. Это основная операционная система, которую придется использовать. Дальше для оперативных коммуникаций понадобится электронная почта. Я повторю, что есть чат, но все-таки иногда необходимо будет списаться с менеджерами, возможно, списаться со службы технической поддержки. Может быть, задать тренеру какой-то приватный вопрос, и в чате этот вопрос писать не совсем удобно. Очень много текста требуется добавить скриншот. Тут разные бывают ситуации. Поэтому желательно иметь под рукой клиент с электронной почтой. Обязательно наушники. То есть из колонок слушать не совсем удобно, поэтому какие-то комфортабельные наушники. И вот они важные два параметра, на которые я хочу обратить внимание. Это все-таки сосредоточенность. Еще раз повторю, что люди на дистанционном обучении почему-то начинают чувствовать себя очень расслаблены. Может быть, тот самый комфорт, про который я говорил, вот так вот влияет. Но относитесь к этому как к полноценному обучению. То есть вы должны быть сосредоточены и нацелены на процесс. Дальше режим. Объясните, пожалуйста, коллегам домашним, что вы находитесь на обучении, вы работаете, вас нельзя отвлекать. Если вас будут отвлекать, то, естественно, качество обучения может пострадать. Поэтому постарайтесь донести коллегам, семье, что вот с 10 до 17 обычно в таком режиме у нас проводятся классы. Объясните им, что в это время вы заняты, вас отвлекать нельзя. Безусловно, у вас будут какие-то перерывы, которые вы можете дальше посвятить решению рабочих задач. В конце концов, есть лабораторные работы, где временем отправляете отчасти вы сами, да, и вы можете немножко отвлечься. Но все-таки, когда идут лекции, я советую соблюдать определенный режим и предупредить ваших коллег и домашних. Опционально, если уж совсем погрузиться в процесс, то понадобится камера, хотя мы камеры редко используем в дистанционном обучении, но почему бы и нет. Если хотите увидеть инструктора, если хотите увидеть себя, показать себя точнее, сделать общение более личным, то, пожалуйста, можно использовать камеру, хотя это совсем не обязательно. Так, ну и что нам может помешать, как я сказал, это посторонние лица, коим относятся вот семья коллеги. Посторонние именно с точки зрения обучения, потому что они действительно вам будут мешать. Поэтому желательно полностью себя изолировать, то есть на время обучения, тогда обучение пройдет максимально качественно. Ну и постарайтесь отключить гаджеты, то есть я всегда в классе прошу гаджеты отключать, ставьте их на беззвучный режим, пусть они вас не отвлекают. Поэтому здесь без разницы, что вы находитесь у себя дома, либо на работе, гаджет будет отвлекать вас точно так же. Каким образом происходит подключение к вебинарной комнате? Ну, у нас каждый слушатель, который регистрируется на дистанционное обучение, он получает вот такое письмо-приглашение, где будет описано, что ему необходимо будет сделать. Само письмо, оно содержит руководство по подключению в PDF-формате, содержит файлик, который позволяет вам создать соответствующее событие в календаре, и, соответственно, вы получите напоминание. Данное письмо приходит не один раз, то есть оно приходит несколько раз, то есть вас обязательно в день начала курса еще предупредят, то есть там, по-моему, за один час или за полчаса приходит обязательно письмо-напоминание дополнительное. В общем, вы таких писем получите несколько. Внутри письма, естественно, находится ссылка непосредственно на само подключение. Ссылка является индивидуальной вашей, никому ее передавать не следует, И под этой ссылкой можете зайти только вы. Больше никто зайти не может. Инструктор по необходимости может пригласить еще участников. Это так называемый гостевой доступ. Но конкретно данная ссылка, которая приходит к вам, является персональной ссылкой вашей. И под ней зайти можете только вы. Вы ее можете отдать, повторю, третьему лицу. Но если данное лицо залогинется под данной ссылкой, вы автоматически будете отключены. Чуть ниже у нас находятся два теста, которые позволяют протестировать готовность вашей системы к проведению вебинара. И то, что касается тестирования, информация, что тестируется, содержится в системных требованиях. В принципе, я ни разу не встречал никаких сложностей. Основная сложность это установить флеш. Есть сейчас проблемы с некоторыми современными браузерами. Поэтому я использую либо Google Chrome, либо Firefox. Для того, чтобы проводить вебинары. В принципе, если у вас под рукой несколько браузеров, в зависимости от версии, иногда бывают какие-то ошибки небольшие. Проблемы, связанные с подключением. Поэтому не получается в одном браузере, я оперативно переключаюсь на другой. В принципе, если у вас последние версии браузеров, то никаких проблем с подключением быть не должно. Системные требования у меня будут описаны чуть позже. Вы увидите, что системные требования тоже, в принципе, достаточно простые. И им способен удовлетворить абсолютно любой компьютер. И в самом конце письма есть несколько гиперссылок, которые приведут вас на небольшие видеоуроки. Которые покажут, что вам необходимо будет сделать перед началом работы. Каким образом вы можете управлять самой вебинарной комнатой. И можете посмотреть роль участников изменения. Здесь, к слову сказать, это у меня письмо для докладчика, то есть для инструктора. Поэтому у слушателя будет, по-моему, одна единственная гиперссылка. Это видеоуроки по работе с самой вебинарной комнатой. Итак, системные требования. Кратенькое. Браузер, как я уже сказал, любой абсолютно современный браузер, последняя версия. То, что касается оборудования, я здесь взял по максимуму. То есть это процессор не ниже Intel Core 2 Duo. И 2 гигабайта оперативной памяти. То, что касается сети, 2 мегабита скорость даунлоад-аплода. Вам больше нужен будет даунлоад. То есть, потому что контент будет идти от инструктора к вам. Но, может быть, вы захотите там расшарить свой рабочий стол, да, для того, чтобы инструктор помог вам в выполнении лабораторных работ. То есть, в этом случае и вам понадобится 2 мегабита. Я так думаю, такая скорость интернета, она есть уже абсолютно у всех. И должны быть открыты на фейерволе следующие порты. То есть, это TCP 80 и 443, это HTTP и HTTPS. И 1935 это RTMP, по-моему, протокол. Это тот протокол, который используется как раз для трансляции голоса, видео. То есть, для трансляции непосредственно контента. То есть, сами системные требования можно будет посмотреть по вот этой ссылке. Еще раз повторю, данные системные требования, они придут вам в письме приглашения. То есть, здесь на слайде я их просто добавляю. Сам интерфейс системы. То есть, при первом ходе вас попросят ввести имя, фамилию, e-mail адрес. То есть, можете по необходимости заполнить абсолютно все поля. Красным выделены те поля, которые обязательны для заполнения. То есть, по сути, вам необходимо будет ввести имя и адрес электронной почты. По желанию, можете добавить картинку, фотографию, аватар. Называйте, как хотите. То есть, найти его брауз, либо из файлов, которые хранятся на вашем компьютере. Либо сфотографировать из камеры. После того, как вы успешно ввели имя и пароль, вы попадете в интерфейс системы. Он достаточно простой. На самом верху у нас с вами панель инструментов. То есть, здесь имеется возможность включить микрофон, камеру, демонстрацию рабочего стола. Здесь есть интерфейс голосования, доступ к файлам. Но это, опять же, панель инструктора. У слушателей, которые подключаются, кнопочек на панели инструментов будет меньше. То есть, не все возможности слушателям доступны. Видео. Будете видеть, например, видео инструктора. Можно видеть свое изображение. Чуть ниже блок со списком участников. Данный блок позволяет вам отправлять адресные сообщения. Адресные сообщения у вас будут открыты. Еще одна дополнительная вкладка с чатом. Там будет... Данная вкладка будет подписана именем участника, с которым вы общаетесь персонально. Либо есть две вкладочки. Публичный общий чат и вопросы. Достаточно, по мне, как публичного чата. Вопросы. Предназначение для написания вопросов. Но вполне подходит для того, чтобы задать вопрос и общий публичный чат. Здесь мы с вами вводим сообщение. То есть, нажимаем на вот эту зеленую кнопку, либо кнопка Enter. И сообщение будет отправлено. С правой стороны у нас с вами находится панель ресурсов. Сюда инструктор может загружать различные ресурсы и помещать их в общий доступ. И по центру у нас с вами основное поле. Здесь вы будете видеть как раз демонстрацию, которую проводит инструктор. То, что касается демонстрации, может демонстрировать рабочий стол полностью. То есть, иногда мы расшариваем документы. В частности, презентация PowerPoint. Очень удобно. Там можно что-то рисовать прямо на слайде. Такой достаточно хороший функционал интерактива добавляет. Белая доска. Просто белая доска. Как маркерная доска, чтобы что-то порисовать. Ну и отобразить некий баннер. Заглушка, назовем так. Поэтому с интерфейсом, как практика показывает, люди осваиваются буквально за несколько минут. То есть, ничего сложного здесь нет. И чувствует себя вполне комфортно. Я, по идее, так никаких проблем не наблюдаю. Итак, спасибо большое вам за внимание. Мы постараемся еще выложить пару примеров живых классов, которые у нас проходили. То есть, вы посмотрите, как происходит общение реально для тех курсов, которые были проведены. Может быть, вас заинтересуют какие-то определенные темы. То есть, вы увидите, как инструктор взаимодействует с теми слушателями, которые подключены дистанционно. Как они ему задают вопрос. Ну и что вообще видно на рабочем столе. Поэтому спасибо вам большое. Берегите себя, пожалуйста, и ваших близких. И я советую вам провести время в изоляции или в карантине с максимальной пользой. Приходите к нам учиться виртуально. Получите знания, прокачайте себя. Спасибо большое.